Привет! Хотелось бы мне начать этот ролик как обычно, но я этого сделать не смогу. Потому что есть кое-что важное, что меня довольно сильно беспокоит, и один из вас своим комментарием лишь укрепил мои сомнения. Сейчас я всё объясню. Дело в том, что этот кунг я приобрёл, можно сказать, за бесценок, буквально по цене металлолома. И один из рабочих продавца, который как раз отвечал за перевозку кунгов, сказал мне, что этот кунг, как и несколько десятков таких же машин, находился не в воинской части, а в лесу, в нескольких десятках километров от города, что довольно странно. Помимо этого, этот кунг был произведён в 81-м году, а списан, по всей видимости, до 89-го. 8 лет это, казалось бы, не так уж и много для военной машины. Особенно с учётом того, что она была оснащена противохимической и противорадиационной защитой. Как раз таки это свойство позволяло успешно применять эту модель кунгов при ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 86-м году. А что если... Лучше я его проверю. Специально для этого, спасибо дорогим бустерам, я приобрёл дозиметр в NIRCJC-01. И, надо сказать, фон здесь просто замечательный. Даже лучше, чем у меня в спальне. На улице я также провёл измерения, и там тоже всё чисто. Можно выдыхать и приступать к работе. Как-то слишком облезло выглядит этот кунг. Вам так не кажется? Надо бы здесь всё почистить. Вот так, конечно, мне не нравится. Очень не нравится. Надо посмотреть, что там снаружи. Откуда могла идти эта протечка. Потому что это единственный угол, в котором есть такие проблемы. Вот это я бы, конечно, тоже хотел заделать. Изначально я планировал использовать для этого штукатурку. Но продавец убедил меня, что герметик подойдёт лучше, так как штукатурка может вступать в реакцию с алюминием. Ну, окей. То же самое я проделывал и снаружи. Шторки тоже будут мешать. Надо бы их снять. Дэк. Дэк. Продолжение следует... 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 Дальше в ход пошла малярная лента. Прикрученный пару серий назад столик я все-таки решил открутить, чтобы не попачкать. Для потолка я выбрал универсальную грунт-эмаль PF-115, ну а что, провеяно временем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вроде бы получше, но пока что-то непонятно. Надо бы и стенами уже заняться. Первым делом я помыл их и заодно обезжирил с помощью изопропилового спирта. Для стен я также выбрал PF-115, вот только на этот раз решил изменить базовый цвет. В начале я аккуратно прокрасил все стыки с помощью кисти и только потом перешел к покраске валиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, вот теперь я вижу, что стало намного лучше. Только теперь начал бросаться в глаза совершенно отвратительный пол, надо бы и его освежить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для пола я решил попробовать какую-то другую эмаль, она вроде как хемстойкая и сохнет всего 2 часа. Эта эмаль оказалась довольно дорогой, но чертовски поятной в работе. Но и с ней случился перерасход. Хотел обойтись одной баночкой, но пришлось покупать вторую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Думаю, никто не будет споить с тем, что теперь он выглядит намного свежее. То же самое касается и запаха. Если раньше он вонял машинным маслом, теперь остался только легкий, остаточный запах краски, который скоро тоже выведется. Ну а я? Дальше я займусь электрикой и, самое интересное, электроникой. Так что спасибо за то, что посмотрели этот ролик и не пропускайте следующий, ведь дальше будет только интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА